Назначили день встречи, и он приготовил все. Яна, конечно, не одна приехала, там на верблюдах, это помойщики, там купцы, советники, еще ничего нету. Но дальше будет многое говорено, будто бы она влюбилась в него и уехала домой, его семья принесла в Сибирь, и от них пошло поколение, ну это слова, но в Библии это ничего нету. И вот главное, она обратила внимание, царица Савская, на то, что у него за столом чинно, она такого видимо не видит, ну вы знаете, как едят люди, вот где бы ни были, у него что-то, в окно все, посмотрите, ресторан, где-то вот так, чашка, и все одинаково едят, вот так вот, половину оставили, половину отправили, то есть свиньи. Ты хочешь быть скотиной? Ешь, как хочешь. Хочешь быть человеком? Ешь, как человеку положено. Почему наклоняется, когда человек, Василий Ильич и говорит, как за их животное скотина. И человек, который в чашку наклоняется, а вы их не приучили, это ваша скотина выросла. Мой дедушка как-то делал печь, я думал, печь не был, а ребенок там мешается, да ты сукин сын, а вот дед остается, да если он сукин сын, то ты кто? Этот Павел Никер. Он ее заставил задуматься где-то. Вот почему, когда я не разумел, как скот был перед собой. Все, не шевелись сидеть. Их она, вот видите, рука здесь, одна веревно наклоняется. Так, сюда обед, да, за чашку? Мы уже говорили об этом. Все, иди, сиди спокойно. Все, ты это слышал? Что, нет? Ты слышал, что наклоняться нельзя? Да. Зачем наклонился? Ты слышал, что в левой руке вот так нужен кусочек, а на него слышал? Ты не так, как всегда, наклонился. Я про это рассказываю, про это рассказываю, он так и делает. Я не разумел, как скот был я пред тобой, с 7 сентраем целом. Тебе нравится скотом быть? Нет? В обед поешь. Вот эту чашечку отдайте, поставьте, чтобы никто больше не ел. Это его. Больше ничего не брать. Пока слушай. Ты быстро это поймешь. И она смотрела все. И все это описано в их книгах, которых у нас нет. Но Библия, все это не сохранила. Что она удивляла всему. И когда уже закончила все. Кто говорит? Мне в половину не рассказали. То, что я увидел и услышал. Скажите, кто из вас когда слышал, что по современному человеку так сказали? Кто-то хотел познакомиться, приехал, а потом бы сказали, мне и половину не рассказали. А он ехал за тысячи километров. Но я Богу достоил этой чести. И прилетает непростой человек, который у нас узнала директор Кэстлинского института Лондона, Великобритания, Ксения Деннон. И ее сопровождает со Станкина. В Москве такая есть вышка. Но явно дело, что знали, куда ездят. И ну, она мне очень понравилась. Вот на кого она похожа. Здесь как будто у нас никого таких нету. Вот она небольшого роста. Такая сухонькая. Ну, я даже не знаю, на кого сказать. Ну, вот, раз директор, явно, что ей не 15 лет. И она когда тут книгу взяла, книги у меня, кажется, я ее продал. Подарину, сейчас вот у нас. Ну, давай. На руки-то нельзя брать, но я ее больше не трогаю на стах со мной. И она говорит, мне и в половину не рассказали, что я здесь увидела. И приехала такую статью написала, прекрасную. Там потерянное или восстановленное чьи-то несчастье в степях. Это в английском языке. А потом перевели на русский. И просто зарядите. Ксения Деннон. Кто она по рации, я не спросил. Но Ксения говорит о том, что где-то она близко здесь. Ну, по-русски абсолютно чисто говорит. Нету никакого акцента. И директора института. Какой институт? Какие на тебя в лепешке пекут, не знаю. Но такое я один раз услышал. Вот этот порядок. Ты можешь этому учиться? Можешь. Я когда-то не был честом. Честом это первая ступенька такая. Вот я нахожусь в Нью-Йорке в Сильной. Но женщинам болтать ходить нельзя. Женщины это знают. И они мне говорят, там ведро осталось. В прошлый раз уборщица убирала и оставила. Ведро надо достать. А ведро далеко. Я говорю, так женщин нельзя. Но вы же не женщина. Я говорю, я мирянин. 33 правило Лазикийского собора. Я говорю, запрещают мирянам ходить. Даже активируют. Это вы знаете. Ну, что же не знать-то? Я учил. А он учил в академии и не знает. Но дамы встречают так. Я говорю, знаете как? Мне не надо отрываться. Они нашли там швабру длинную. Я лег животом. И ползить, я не вижу, значит, чтобы мои пятки не пересекли порог. И они меня там за ноги. Держите-ка, я пришел. Я не поднялся. Я тогда натянулся и достал. И швабру подвинул ведро и вытащил. Так это буквоец, а то другое. Буквоец. Еще дальше. Буквоец, но в сердцах людей такое было. Такая пошла молба уважения к канонам, которые поправили. Канон! Ну, а что бы ты взял, что изменилось? Изменилось, в первую очередь, во мне. Отношение к канонам было бы неблагогрейное. А, наверное, на этом соборе было, допустим, 350 епископов. Мне не надо мудрить. Православному уже не надо думать ничего. Ему надо выполнять вот эти вопросы, которые освещены там. И они это запомнили. Меня привезли освещенной завод. Свещенют. А там парапейн вот такие вот. Там вот такие большие фриты. И как они там делают. Я посмотрел. Микринов, кажется, фамилия его. Я говорю, ну как это вы мерзость эту готовите. Должна быть чистая восковая свеча. Восковая? Кто говорит? Да и говорить не надо. Левитом 10.10. Чистая принадлежит чистому. А нечистая? Нечистому. Это у вас не воск. И вы не имеете права называть ее восковой свечей. Есть свечи такие, которые втыкают в задний проход. Специально. Чтобы. Ну я говорил. Врач, так нет? Ну это геморрой там и что-то проще. Тоже свечи называются. В машине там зажигание где-то тоже свечи. Это свечи карпыльные. И они называются всесожжение жертву. Если вы считаете, что это нужно, тогда вы выполняете дальше. Вы бы стали написать, что свеча догорает. Мигает и гаснет. Вот раз за 15 лет ни одного агарка нет. Ни одного. А нынче я ходил звонить на колокольню по Кровском соборе. А рядом мешки. Огромные мешки стоят, набитые вот такими агарками. Красное, зеленое там. Все. Мерзость. Кулись мерзостью. Это я увидел. У нас этого нет. Ну это вы как-то так понимаете. Это мелочное. Главное там внутри. Главное сердце. Да как сердце это идет. Сердце подсказывает мысли. Так. Ты не думаешь, что без сердца это делается? Сердце как раз и повелело тебе мерзость это делать. И Господь повелевает левитам 10.10. Отмечайте чистого от нечистого, священного от не священного. И об этом Серафим Саровский говорит. Свяща должна быть восковая. Как Антоний Великий говорит, с каждого цветка. А что такое воск? Воск это пот пчелы. Она потеет. И пот засты, ну образно сказать. Специально работники, они мед не носят, а только вырабатывают материал. Из которого они делают шестигранники и заливают медом. А когда мед зальешь, чтобы он не вывалился, тогда они сцверху крышку делают из воска. А потом, когда надо будет выкачать мед, тогда его срезают, медогонку раскручивают. Ну и по инерции изъехать все это вываливаются и нам мед за стол. Чтобы килограмм меду собрать, нужно 2 миллиона цветков. А человек ложка нахлопает. Или, наверное, нашел мед, ешь, да ты не присыщайся. Не присыщайся. Ты куда ни посмотри, везде мудрость Божие устроения. Как Бог все состворил. Магден, я хочу узнать, тут такое чудо, что самое-самое большое, самое большое чудо это ты. Давид говорит, как я дивно устроен. Вот сейчас, сейчас свет надо, я сейчас включил. Фотоаппарат надо нанести подальше, я должен там передвинуть, чтобы оно приближало. А глаз автоматически приближает, дальше ближе, зрачок поращиряется, то это все уже заложено. И вот эти, которые считывают информацию, с глазу 750 тысяч колбочек говорят. Я не считал их, но говорят специалисты. И изображение мы должны видеть перевернутое. И говорят, по сегодняшний день никто не может объяснить, почему видим его нормально. Почему оно не перевернутое. Ну линзу возьмем, она обязательно покажет перевернутую. А других линз нету. Чтобы вывернуть это, надо снова на линзу посылать. Нет этого. Дивно? Да, дивно. А чтобы краник шел, надо пожелать подойти, краник повернуть, и вода потекла. Я правильно говорю? Да. Но чтобы пойти на двор, тебе никакого винтика не надо. Только подумал, все запросто было, и вдруг вода пошла. А дальше ты не хотел даже. Тебя огорчили, слезы, и вдруг вода хлынула через глаза. Интересно? Да. И при том, глаза, зачем мы моргаем-то? А все время, как вот этот дворник в машине работает, он все время смачивает. Кто это так устроил? Вот в нос-то хорошо, когда, говорят, соплей нету. Это плохо, когда соплей нету. Мне встречались люди, у которых соплей нету. Это болезнь, при том тяжелая болезнь. Они платят огромные-огромные деньги, по-настоящему. Особая смазка. Для чего? А иначе сухой воздух весь проходит, не задерживается. Там волосинки, и все это налипает, и человек, ну, вытер, грязь появилась, все такое. Дыхание его не во рту, а в ноздрях написано. И смотрите, как это ровно, листом было, а вдруг выступ какой-то. И здесь ноздрюльки, и дальше связано, с ушами связано. Вот мне сказали, зажать носки, дуть, я слышу, как воздух пошел. Продувать. Дивно устроен я. И глаза какие, как устроен. Ну, мы любим подобие свое. И она говорит, я до того люблю внучку свою. Дети и другие. Дети-то все хорошие, но моя особенная. А почему? А она похожа на нее. При меня такая же веслазадная, как-то она идет. И такая же походка, и рукой. Ну, бабка врет, но того она на меня похожа, чтобы ты любила ее. А бывает так. Музыкальный отец. В нем музыка отражается. Почему Рахманин такой умный? Откуда это все? Они, говорят, маленькие были, а у них литературные вещера собирались. И это все где-то накапливалось. Ну, да где оно? Оно же уйдет. Никуда не уйдет. За семь лет, говорят, человеческий организм полностью меняется. До одной молекулы исчезает. Обнагряется, оно обмирает. Чешуйки-то. Но если у человека нет души, и все в мозгах, а мозги изменились на сто процентов за семь лет, то где память-то накапливалась? А бывает память через полсотни лет о событиях, о которых я ни разу не вспоминал. Ни разу. Сейчас я человек здесь и говорит. А ты помнишь, здесь Блушпоненко, Лешка-то был-то, как он погиб? Блушка. А какой? А весной было. Я сразу весной. А что он делал? Сусы как ловил. Ловили сусы как. И ножечки сами делали, такой острый как это. На, на, так. И он его сусыков обдирал, в карман положил. А кто-то едет, мимо, иди он давай-то. Он сусыков до этих, которые забрал, прыгнул на это, а перекладину, утилейки вот так. Вот оно стало вертикально, и вену сразу перерезано. А я вот один пас на лошади. Ну, я уже большой был, лет, наверное, шесть было мне. На лошади, верхом. А я в школе учился, я умал, но знал. Ох, как мне тяжело было. Почему я применил себе. Протокоп Абаку, когда было ему неполных пять лет, он впервые увидел, как у соседа сдохла корова. И он пришел домой, гонка, плакал. И я, ух, есть житие такое, Варлама и Асафа. А вот грузины выпустили, книжка называется «Балавриане». То есть это его житие святых, но она большая. И вот тогда появилась она в советское время, и мы его узнали. Мы закупали все, сколько есть, сто экземпляров, сто и дарили другим. Там божественное все было. И вот там говорится об этом. Так, царь, я отклоняюсь от разговора, мы вернусь к этому. И вот он решил, чтобы сын его вырос смелым, сильным, не болел и прочее. Ну, родился сын, и собрались там, звездочеты, и говорят, ему свет видеть нельзя до семи лет. Если он увидит свет, он свет, и слава, какой-то есть такая болезнь. Они правильно сказали, а что делать? Ну, думаю, все. Он тогда сделал большие подземные там, где ущелья, камеры там закрыты, а светильники там, светильники воплоть, но солнышек свет, чтобы не было-то. И за ним ухаживают. Как только кто заболел, его дало, и другой охранник там, ну, как у президента. Ну, это мы семь лет исполнили, с проща смотрели, анализ дали нормальным, все. И в это время ему первая прогулка по городу. А там уже убрали, больных убрать, наркоманов, чтобы нигде не было, похороны все отменить. И он никогда в другой жизни-то не видал, что такое больной, свет, он даже и не знал, где он скрывали это. И вот он, когда пошли, он сидит, крестился, просит меня, он говорит, это кто? Ну, это больной. А почему? Ну, он упал со слона и повредился, и с тех пор такой. Ну, а дальше что? Ну, дальше стареть. Как стареть? Ну, потом, вот, как все стареют. Да, как стареют, он не знает. Да, потом, потом умрет. Так это все, все. И я, и ты. Так зачем это был царь? Царский сын. И вот, когда я вернулся, он горько переживал. Я думаю, так же было, когда первый раз расспрашивают. Вот ты видел, сколько показали тебе там девушки, там, плясали перед ними. Что тебе больше всего понравилось? А когда они плясали, он говорит, а это кто? А его отмечают, это чертовки, которые соблазняют мужчин. Всему женскому роду, чертовки. И когда вернулись и спросили, а кто тебе, что больше всего понравилось? Вот эти чертовки. Они мне больше всех понравились. Он не знает, какое это слово, что означает, но он уже понял, где. И в конечном счете, его доброе сердце нашло себе учителя из пустыни пришел. И стал говорить, у меня есть лекарство. Он приболел, говорит, у меня есть лекарство, которое вылечить его. Дальше допустили до него, они не поняли, что это проповедник. Он стал говорить, он обратился, покаялся. И далее, как он обратился? Какая была жизнь? И совершил он громадную ошибку. Его народ так любил. А его соблазнил этот, который был там в Орландо. И он пошел за ним в пустыню. И весь народ, вся Индия двинулась. Индия-то христианская была бы. Монах его соблазнил. Народ плащет, не отпускает. Он уж вот так ушел. Блуждал, блуждал целый год по пустыне и нашел его учителя. У него учитель заменил все собою. Все, что такое есть на земле. И он ни в Евангелии, ничего не знал. Вот такое житие. Так, мы с чего начали? Ну-ка, в каком помните? А с юною по поводу еды говорили? Мы начали говорить по поводу этой юноши. Как важно знать порядок, чипность. А это как дед Щукарь начнет говорить. Вот эта картина. И туда вернет, говорит, у меня не достанешь енгру. Я рассказываю о том, потому что это событие, как-то, летается в наше событие. За столом чьи. Ну, видите, чашечки опротимовались. Какой остаток? Никакого. Ну-ка, где этот трог у меня был? Иди сюда. Илья. Илья, на выход. Илья, на выход. Ну, вы говорили, что я взяла дальше кистей, но я забыла. Да ты просто лег. Ты видишь, что нужно в левой руке кусочек, в другой, а ты эту руку-то другой, а одной начали в чашку сладиться. А это зачем? Ну, вот так. Отдайте мою чашку. Дело в том, что сегодня воскресенье наказаний нет. Я сразу скажу. Сейчас режем чашку, и он и стол уважать будет, и чашку уважать, и того, кто готовил. Я правильно говорю? Да. Смотри, ешь засыпано. Дайте ему все, что положено, подвольно, он еще не ограничен. Вот так, черновых. Годится? Да, конечно. Вот когда у меня разные психологи, профессора психологии приезжали, и все спрашивают, где вы там учились, и все, посчитать книжку. У меня главное это достояние опыта. Я не краеш, кому-то только что-то услышал, я начинаю сразу рассуждать, а почему так? А у меня не так, я мгновенно перетягиваю к себе, это мое. И поэтому, где вы что-нибудь встретили хорошее, а у нас это есть уже. Я жил очень внимательно, как профессионал. А образования у меня никакого нет. Я просчитал, когда у японцев, у них национальный культ кандзио. Повторим, какое слово? Кандзио. Это что, стойкость, мужество, никогда не стонать и не плакать. Даже болеешь, видно не подали. Вот у нас как, у него зуб заболел, мать его привела, а он, нет-нет, я боюсь, бормашина журчит там и прочее. Он плакать будет, на него сено, брат, у меня раскроешь. Ну, дома уговаривают его там. А у них не так. Мать сзади стоит и говорит, Сяке, а где твое кандзио? Он сказал, мне не больно. Не больно, дальше режь, такомсай, а мне не больно. И потом мать дома уже не скажет, что у подрастающего сына нет кандзио. У него кандзио есть. В другом месте показано, там, у мужчины что-то не ладится, я понял, стоит, и киоск торгует она газетами. А он разозлился, что-то не так, как вспомнит, да как ударит по этому, а киоск вот так вот. И народ берет, на него все смотрят, а он этого не видит, он как вспомнит, что жена там сделала. Да она его унизила, он, да еще как ударит, да это у него колорка, а народ на него презирает. Почему? Она не вызвала полицию, у ней кандзио есть, а у него нету. У него кандзио нету. И поэтому, как вы рано будете вставать? У тебя кандзио. Мы это все сразу ввели себе, и у нас это и пошло. А у русских есть такое, у молодой был, не пищать. Не пищать, никогда не жаловаться. Вот меня спрашивают, чем болеешь, понятия не имею, а что это такое? То есть я себя поставил на такой уровень, болеет. Вот после 60-ти лет, я так думаю, не надо лезть в больницу. Обойдется. Ты так довел себя. Вот я за всю жизнь таблетки не одни съел. А что где-то болит, вот ногами дают повернуть. Это естественно, отмерали, отгонезли, но это значит зовет Господь. Пятна на руке, что это? Пигментные. А почему земля? Земля, видишь? Игнатий Иванович, минута одна осталась. Ну и все, мы уходим. С Богом! Давайте помолимся. Меня давно не заряжали, вон там. Ставьте, что там, статуски за мной завозьем. А, провода не повернули. Я на небесную сейчас, в несчастье. Правым, видите, я конференку ставил, да? Понятно. Ну ладно. Давай. Благороди. Боже, милостей, будь мне грешной. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчислав, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытился над земным Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Свою Сыну и Святому Духу. И на имя и пресно и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благослови. Спаси Христос. Спаси Христос. Так, кошку посадите. Кошка, чтобы меня не правило, чтобы она садится. Чтобы она дорогу не закрыла. Все, давай. Я уже. Ну-ка, смоялся? Ну все, молодец. Котов. Котово. Котово.